Вы не представляете, как я соскучился по нашим роликам по железу. Две недели была у меня пауза, как-то сейчас сильно очень прижало, приходится много работать. Я даже думаю, машину, наверное, придется, скорее всего, продать. Но как-нибудь через лето переберемся. В общем, восстанавливаем наш режим по роликам по железу по субботам и воскресеньям. И мы с вами сегодня будем говорить о процессорах Intel в 2011 году. Мы с вами уже говорили об Intel как о различных его брендах, о его линейках, о технологиях. И в основном мы затрагивали отдельно десктоповый процессор, отдельно сервный процессор, отдельно линейку Celeron, отдельно линейку Core и так далее. Теперь мы с вами уже набрали определенный такой бэкграунд знаний. У нас есть с вами база. И мы можем говорить о том, как на самом деле выпускаются процессоры. У нас на самом деле появляется какая-то новая архитектура. И уже на базе этой архитектуры создаются процессоры вот этих всех линеек, брендов и так далее. То есть теперь мы с вами готовы говорить более профессионально. И начнем говорить сегодня о технологии Sandy Bridge. Последняя архитектура, о которой мы с вами говорили, была не Халимом. Она появилась у нас на базе Core в 2008 году. После этого мы с вами пропускаем еще одну архитектуру. И начинаем говорить сразу о 2011, о новой технологии Intel, о новой архитектуре, которая тогда появилась. Это Intel Sandy Bridge. Здесь у нас вы видите линейки архитектур, как они появлялись в хронологическом порядке. И вот мы сегодня говорим о подсвеченной Sandy Bridge. Это 32-мм технологический процесс. Напомню, это разрешающая способность печатающего оборудования, который как раз у нас наносит все эти элементы на кристалле процессора. Отличается она тем, что содержит встроенный видеоускоритель и много чего интересного. На базе этой архитектуры, вы видите, внизу у нас создавались и Core i7, и Core i5, и Core i3, и Pentium, и Celeron, и даже несколько Axion, которые я здесь в слайде не указал. Первый дизайн у нас этих ядер это сочетание процессора обычного. Вы видите, вот здесь есть 4 ядра процессора на картинке. Отдельный у нас графический контроллер слева находится. То есть все находится на одном кристалле. Плюс сюда же интегрирован северный мост набора системной логики. То есть я вам об этом уже говорил. Раньше у нас северный мост находился на материнской плате, затем он потихонечку перебирался в процессор. Вот здесь вот он находится в процессоре. В него входит у нас и контроллер памяти, внизу вы видите. И справа отдельный блок, в котором находится очень много еще интересного. Там и отдельное управление памятью, и контроллер шины PCI-Express, и много чего. У каждого ядра процессора было до 256 килобайт кэша второго уровня, и до 8 мегабайт объединенного кэша третьего уровня. Что интересно, и процессор, и графический процессор, и кэш памяти контроллеры все выполнены на единой кремниевой подложке. То есть это все находится в пределах одного кристалла процессора. Площадью 216 квадратных миллиметров. Все компоненты связаны между собой кольцевой шиной. У них своя оригинальная архитектура вот этого кольцевой шины. Ее особенность в том, что в дальнейшем можно наращивать производительность процессора, просто подключая к ней дополнительные ядра. И производительность этой шины в 4 раза превышает производительность шины прошлого поколения процессоров Intel. Если говорить о технологиях, которые есть в этом процессоре, мы уже можем говорить о технологиях, потому что это фактически уже современность, 2011 год. Значит, это была первая архитектура Sandy Bridge, в которую Intel встроил свою технологию QuickSync. Эта технология предназначена для кодирования и декодирования видео, и что интересно, она как раз реализуется в виде специальных аппаратных модулей в составе графического ядра. То есть декодирование происходит не на программном уровне, а на аппаратном. Чтобы это декодирование поддерживалось, нужна, само собой, поддержка со стороны операционной системы, поэтому Microsoft в Windows представляет поддержку этой технологии и как через DirectX, и через Windows Media Foundation, много через что, начиная с Windows Vista. У Apple, начиная с OX Mountain Line, поддерживает технологию QuickSync, и в Linux с 2013 года тоже поддерживает технологию QuickSync, кажется, только для серверных релизов. Следующая технология, которая была в этом процессоре, это технология IES, Advanced Encryption Standard, продвинутый стандарт шифрования. Его также называют еще RANDAL, внизу я вам об этом написал. Суть в том, что это технология, которая позволяет тоже шифровать, дешифровать, все что угодно, и суть внедрения этой технологии, опять же, на уровне аппаратной части заключается в том, что шифровка и дешифровка происходят намного быстрее. Об этом, собственно, и слайд. То, что можно, конечно, шифровать и без поддержки этой технологии процессором, но шифрование и дешифрование будет происходить намного медленнее. И еще одна технология, которая появилась у нас в Sandy Bridge, это технология VMX, Virtual Machine Extensions, расширение виртуальных машин. Вообще, у Intel своя технология виртуализации, мы о ней надо подумать, когда будем говорить, наверное, когда доберемся до серверов и до кластеров. Суть ее заключается в том, что Intel позволяет создавать виртуальные машины на базе вашего реального железа, полностью изолированные друг от друга и управляемые напрямую гипервизором. Есть такое понятие гипервизор, который управляет виртуальными машинами. Так вот, для поддержки вот этих вот виртуальных машин изолированных вам нужна технология Intel VTX на уровне процессора. Дальше технология должна поддерживаться, вы видите, на уровне чипсета материнской платы. И также эта технология может быть встроена в сетевые карточки Intel. Вот это вот сочетание всех технологий VTX, VTD и VTC позволяет нам создавать изолированные виртуальные машины. Технология VMX, которая у нас по-разному может называться в Intel процессорах, уже присутствовала в релизе Sandy Bridge. Процессоры эти могли подключаться в сокет LGA 1155. Этот сокет называется 1155, потому что в нем находится 1155 контактов. Его разработали в качестве замены сокета 1156, поэтому может быть небольшая путаница, то что 1156 был раньше, а потом появился 1155. Конструктивно эти сокеты между собой несовместимы, то есть процессоры от 1156 не подходят к 1155, но тем не менее можно подключать кулеры точно так же, то есть кулеры менять не нужно. Также 1155 сокет у нас называется H2, прошлый назывался просто H. Кроме того, кроме вот этого распространенного сокета LGA 1155, для большинства процессоров Sandy Bridge был еще сокет LGA 2011, или сокет R он еще называется. LGA 2011 это сокет для уже мощных процессоров Intel, которые построены по архитектуре Sandy Bridge. Тут уже вы видите 2011 у нас контактов, и отдельная шина QPI, которая позволяет соединяться с дополнительными процессорами в многопроцессорных системах. То есть это уже сокет, который предназначен для мощных процессоров в многопроцессорных конфигурациях. Этот сокет не поддерживает интегрированную графику, которая встроена в процессор, но зато поддерживает мощные процессоры Extreme Edition, но мы о них сейчас еще поговорим. Кроме того, был сокет еще 1356, тоже процессорный разъем, но он очень редко использовался, я по нему даже не стал делать отдельный слайд. Он также назывался сокет B2. Итак, теперь сами процессоры. Тут мы быстренько пробежимся, много задерживаться уже не будем, потому что было множество процессоров на базе Sandy Bridge. Значит, настольные версии процессоров вы видите на картинке. Это Core i Extreme, тот самый, который использовался с сокетом 2011. Очень мощный процессор, до 6 ядер, на каждое ядро 2 потока. То есть, по сути, у нас использовалась технология гипертрейдинг, которая внутри одного процессорного ядра создавала 2 виртуальных ядра. И, как некоторые операционные системы видели, каждый поток как отдельный логический процессор. То есть, по сути, у нас в операционной системе было видно 12 логических процессоров, и мы между ними могли распределять потоки. Далее были обычные Core i7 с количеством ядер от 4 до 6. Соответственно, каждое ядро тоже могло поддерживать гипертрейдинг. Видите, стояло из двух потоков. Далее были Core i5, затем были Core i3. Тоже понятно по ним, сколько бывает ядер, сколько бывает потоков. Также в эту линейку входили Intel Pentium, где внутри ядер уже не было технологии гипертрейдинг и не было никакой мультипоточности. И Celeron, одноядерный и двуядерный. То есть, технологии одна и та же, тот же самый техпроцесс, все то же самое, только по-разному организованы вот эти вот ядра, которые создают потоки, вычислительные в наших операционных системах. Про Pentium, которые создавались вот здесь, нужно сказать, как про Pentium, так и про Celeron, их очень сильно урезали. Поэтому они были как раз слабые и соответствовали своей цене и своему бренду Pentium и Celeron. Там был отключен помимо гипертрейдинга технологии QuickSync для шифрования, поддержка шифровательных алгоритмов всех этих AX тоже была отключена, ограничили контроллер памяти, ограничили множитель тактовой частоты, то есть, их нельзя было разогнать, но по сути, это были те же самые процессоры, просто с отключенной кучей технологий. Эти процессоры выпускались с различными индексами, то есть, там можно было какой-нибудь найти Core i7-3560P и так далее, значит, индексы что обозначали? К. Процессоры со свободным множителем, то есть, это были мощные процессоры, которые можно было разгонять. П. Процессоры с заблокированным графическим ядром, то есть, те, в которых отсутствовала поддержка графики на уровне процессора. S. Энергоэффективные процессоры, у которых была низкая частота, и были еще T. Высокоэнергоэффективные с очень низкими частотами. Но это все были процессоры для настольных версий. Также были серверные версии процессоров на базе технологии Intel Sandy Bridge. Это вы видите четырех, двух и однопроцессорные серверы, в которых был Xeon E5, в котором было от четырех ядер с четырьмя потоками, то есть, каждое ядро имело только один поток, до восьми ядер, где каждое ядро поддерживало по два потока. И также еще отдельно выпускали процессоры Pentium и Xeon E3 для однопроцессорных серверов, то есть, между собой, там, они не могли взаимодействовать в пределах одной материнской платы, которые поддерживали от двух ядер до шести ядер, соответственно, от двух потоков до шести потоков. Там очень большая линейка, на Википедии можете посмотреть, я вам ссылку брошу, сколько было этих процессоров с различными комбинациями. Но что интересно, видите, линейка Pentium продолжала предназначаться еще для слабеньких серверов. И теперь еще отдельно рассмотрим процессоры мобильные, для мобильных устройств. Тут у нас были точно так же Core i Extreme, Core i7, i5, A3, Pentium и Celeron. Тут я уже по каждому не буду расписывать, но вы видите, в них бывает по-разному количество ядер, количество потоков. Например, у i5 и у i3 здесь, видите, есть. И у обоих по два ядра и по четыре потока. Pentium только два ядра и уже урезаны потоки. Celeron все то же самое. У них были свои индексы у мобильных версий, у каждого процессора. То есть, прямо в маркировке процессора, после бренда, после линейки, после частоты шла еще буковка. Ну или не шла. Буковки здесь были у нас, вы видите, просто мобильные процессоры, экстремальные четырехъядерные процессоры без ограничения множителя, то есть процессоры, которые можно было разогнать для бешеных ноутбуков, например, просто четырехъядерные процессоры. И есть отдельные встраиваемые мобильные процессоры, то есть слабенькие процессоры, которые у нас встроены в аппаратную часть, в какие-нибудь мобильные устройства. И здесь есть тоже отдельная линейка четырехъядерных процессоров, оптимизированных по производительности процессоров, оптимизированных по энергопотреблению. Это линейки мобильных версий. И последнее, о чем я хотел рассказать. Значит, для всех процессоров Sandy Bridge, Intel привязала скорость каждого интерфейса к тактовым генераторам. Помните, мы говорили о том, что есть тактовый генератор внутренний, называется он BCLK. И Intel взял за основу тактовый генератор с частотой 100 МГц. И для всех процессоров, у которых был заблокирован множитель, мы тоже об этом говорили, когда говорили о способах разгона процессоров, единственным вариантом разгона было повышение вот этой вот тактовой частоты BCLK, которую можно поднимать только на 5-7% без сбоев других аппаратных компонентов. Тем не менее, у Intel была своя собственная технология разгона, так называемая, которая называлась Turbo Boost. Это технология автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше его, как бы, стандартной, номинальной, при которой у нас не превышаются все ограничения по мощности, температуре, току и так далее. То есть при этом можно повысить производительность каких-то приложений, не выводя процессор на нестабильные режимы работы. То есть, по сути, это просто Intel оставлял вот такой вот диапазон для разгона процессора, и у него была своя собственная встроенная технология вот его разгона. На картинке вы видите сравнение того, как у вас может работать это все. Причем Turbo Boost, он намного интереснее, я вам брошу ссылку, он по-разному разгоняется, в зависимости от того, сколько ядер вы используете. Нужно просто запомнить то, что эта технология родная от Intel для разгона их процессоров, вне зависимости от того, заблокированные множества или не заблокированные, это их технологии. Итак, мы стали с вами умнее, теперь мы подходим к процессору с точки зрения, прежде всего, архитектуры, а потом уже рассматриваем какая-то линейка, какие там технологии, частоты, кэши и так далее. В следующем видео будем рассматривать с вами архитектуру процессоров AMD, которые должны были противопоставляться архитектуре Sandy Bridge. Спасибо, что смотрели, задавайте вопросы, если они вдруг у вас появились.